Раз вы смотрите этот ролик, то, скорее всего, интересуетесь плановой экономикой. А значит, почти наверняка слышали, что компьютеры сейчас уже достаточно быстрые, чтобы рассчитать тот самый план до гайки, в котором будет написано, что каждому надо делать. Но если заглянуть в историю, выяснится, что на начальном этапе идея компьютеризации не противоречила идее расширения самостоятельности предприятий. Как такое возможно, разбираемся в сегодняшнем видео. В прошлом ролике я рассказывал про проблему выбора отчетного показателя. По которому можно было бы определять качество работы советского предприятия. И про предложение Евсея Григорьевича Либермана установить предприятиям поощрения пропорционально их рентабельности, а большинство плановых показателей отменить. Тогда бы в погоне за рентабельностью предприятия сами находили бы наилучшие способы работы. Основной проблемой этих предложений было то, что рентабельность зависит от установленных цен. Если какая-то продукция окажется более выгодной, предприятие будет стремиться производить именно ее, вне зависимости от того, нужна ли она обществу. В идеальной рыночной экономике проблема решается идеальными рыночными ценами, точно отражающими колебания спроса и предложения. Больше произвели продукции, предложение превышает спрос, цена снижается, а иначе не купят. В суровой реальности существуют монополии, картельные сговоры, неэластичный спрос, например, на лекарства. Но пока оставим это за скобками. Нам сейчас главное, что советское руководство в начале 60-х годов было абсолютно не готово сделать потребительские цены свободными и рыночными. Критики советской власти любят поминать новочеркасский расстрел, но обычно забывают добавить, что эти выступления так напугали якобы тоталитарных советских вождей, что те потом, до самого распада страны, делали все возможное, чтобы цены на потребительские товары не росли. Может, у вас дома еще остались советские ножи или вилки, где цена выбита прямо в металле? Конечно, определенная скрытая инфляция все равно давала о себе знать. Но прямо объявить, мы не контролируем цены, пусть рынок сам все отрегулирует, а предприятие подстроится, ни для кого из политических руководителей тех лет было немыслимо. С ценами на средства производства тоже не задалось. Ряд экономистов призывали перейти к оптовой торговле средствами производства. Это требование даже вошло в итоговое для дискуссии постановление правительства, давшее старт Косыгинской реформе. Но для свободной торговли нужен избыток товаров, а в СССР большинство видов промышленной продукции были дефицитными. Не потому, что мало производили, а потому что спрос предприятий был почти неограничен. Я рассказывал об этом в ролике про дефицит. Кроме того, многие заводы в СССР были монополистами, а в таких условиях простейший способ поднять рентабельность — это как раз задрать цены. Советские экономисты это понимали. В общем, в полный рост вставала проблема совершенствования ценообразования. Надо было приблизить цены к стоимости, но без рынка. Но стоимость — это общественное отношение, возникающее при повторяющихся взаимодействиях продавца и покупателя, когда частный труд обособленного производителя получает общественную оценку. Как это смоделировать? В 1959 году в СССР создается комиссия Академии наук по вопросам ценообразования. Руководителем комиссии был назначен Василий Сергеевич Немчинов. Статистик с дореволюционным стажем. Он готовил справки по урожайности сельского хозяйства лично для Сталина, чем заслужил уважение вождя. В 1948 году Немчинов выступил в защиту генетики против Лысенко, за что был снят с поста ректора Темиряевской академии, но заслужил уважение в научной среде. В 50-е годы Немчинов становится одним из пионеров внедрения метода межотраслевого баланса, создает первую в стране лабораторию экономико-математических исследований и разными способами пробивает публикацию работ по этой теме. Конец 50-х, начало 60-х годов – время бурного развития нового направления в экономической науке – экономико-математических методов. Сторонники этого направления открывают новые научные советы, научные журналы, научные институты, получают в свое распоряжение дефицитные компьютеры, проводят множество конференций, выпускают массовыми тиражами литературу. Все это немыслимо, без административной поддержки, а поддержка эта связана со щедрыми обещаниями, которые они раздают. Речь шла не просто об экономии бензина при решении транспортной задачи или сырья при оптимальном способе раскроя фанерного листа, задач при решении которой в 1939 году Конторович открыл метод линейного программирования. Ученые заявили, что они могут рассчитать идеальные цены на продукцию, при которых предприятия, стараясь максимизировать свою прибыль и отчисления в фонд поощрения, производили бы именно тот набор продукции, который нужен обществу. Это позволило бы нивелировать основные риски предложений Либермана, что предприятия будут в погоне за прибылью производить не то, что нужно. Традиционно цены на новую продукцию рассчитывались по методу издержки плюс, как процентная надбавка на себестоимость. Это делало выгодным накрутку себестоимости, так как чем выше себестоимость, тем выше при неизменной наценке цена и прибыль. На заседаниях Немчиновской комиссии по определению стоимости часть ученых предлагала другой путь — перейти к формуле цен производства, когда цены назначаются не пропорционально себестоимости, а пропорционально стоимости основных фондов предприятия. Это напоминало образование цен производства при капитализме, как описано у Маркса, когда капиталисты получают равную прибыль на равный вложенный капитал. Но принципиально проблема не решалась, ведь цены на основные фонды тоже могли быть взятыми с потолка. Если некая величина не отражает реальность, то и все производные от этой величины тоже не отражают реальность. Но были и другие идеи по совершенствованию ценообразования, помимо цен производства. Поставить ценообразование на прочную материальную основу, привязать цены к технологии производства обещал Леонид Витальевич Конторович. Метод линейного программирования, за который Конторович получил Нобелевскую премию по экономике, направлен на решение задач, которые в самом общем виде сводятся к тому, как загрузить наличные производственные мощности выпуском определенного набора видов продукции так, чтобы максимизировать выпуск, либо минимизировать затраты. При решении системы уравнений находились так называемые разрешающие множители, которые характеризовали относительную дефицитность самого производительного оборудования или шире относительную редкость используемых ресурсов. Леонид Витальевич назвал эти множители объективно обусловленными оценками, ОО оценками, и указывал, что для условий задачи они отражают соотношение трудоемкостей, соотношение народно-хозяйственных ценностей с учетом всех введенных в задачу ограничений. В свою очередь это означало, что если назначить цены на продукцию пропорционально этим объективно обусловленным оценкам, то предприятие в погоне за прибылью сделает именно то, что нужно. Пусть в задаче два вида продукции, и их разрешающие множители относятся друг к другу как один к четырем. Значит, соотношение цен на эти два вида продукции тоже должно быть один к четырем, например, 5 и 20 рублей. При таких ценах, с учетом имеющихся производственных возможностей и их относительной производительности, предприятию выгоднее всего будет выполнить именно оптимальную производственную программу, максимизирующую выпуск, либо минимизирующие затраты и сохраняющие заданную пропорцию между выпуском изделий разных видов. Энтузиасты новых математических методов заявляли, что есть возможность рассчитать идеальные рыночные цены без рынка. Традиционные политэкономы возражали против предложений Конторовича, указывая, что цены должны отражать общественно необходимые затраты труда, а если назначать их пропорционально объективно обусловленным оценкам, то они отражают еще и относительную дефицитность используемых ресурсов. Кроме того, под таким углом зрения труд становится таким же фактором производства, как земля, материалы и оборудование. Любой фактор производства, который находится в недостатке, должен получить более высокую оценку. Конторович с этим, в общем, соглашался, парируя, что учитывать относительную редкость можно и нужно. Немчинов, как опытный политик, благоразумно не поддерживал радикальные идеи Конторовича прямо, наоборот подчеркивал, что они дискуссионные, требуют обсуждения и так далее. Но при этом везде, как мог, продвигал и популяризовывал Конторовича и помогал ему публиковаться. Немчинов в 1960 году организует первое научное совещание о применении математических методов в экономических исследованиях и планировании. Именно на этом совещании Конторович презентовал свои объективно обусловленные оценки как основу для ценообразования. По рекомендациям совещания в Академии наук образуются несколько научных советов, в которых Василий Сергеевич Немчинов либо руководитель, либо участник. В 1963 году эти организационные усилия приводят к образованию Центрального экономико-математического института, знаменитого ЦИМИ, который на долгие годы станет флагманом экономического либерализма в советской экономической науке. Главным кредо советского экономического либерализма была максима – план как результат решения оптимизационных задач. Цена тоже должна была возникнуть как результат решения оптимизационной задачи. Следует также подчеркнуть, что процесс производства и обращения может протекать беспрепятственно лишь в том случае, если в основу народно-хозяйственного плана положена совместная система уравнений, в которых экономические оценки и плановые цены взаимно согласованы и соответствуют физической объемной структуре производства и потребления. В условиях рыночной капиталистической экономики этот процесс протекает стихийно, за спиной производителя, а у нас он должен регулироваться планомерно и сознательно в процессе соответствующим образом налаженного обмена товарами. В социалистическом обществе острая потребность в сбалансированной и взаимно согласованной системе плановых цен и объемных показателей плана имеет также силу непреложного закона, хотя сам процесс взаимного согласования и балансирования должен осуществляться сознательно путем прослеживания на электронных вычислительных машинах поведения данной системы, например, системы материального снабжения. Немчинов и его сторонники предложили новую модель планирования, в которой от государственных заданий следовало перейти к государственным заказам, распределяемым между предприятиями на конкурсной основе. Предприятия сообщали бы, сколько продукции и за какие деньги они готовы сделать. А центральный плановый орган на основе этой информации распределял бы государственное задание так, чтобы каждый вид продукции делало то предприятие, которое предложило лучшую цену за него. Предприятия должны давать плановым органам вариантный план повышения своей производственной мощности и варианты объема и возможного ассортимента выпускаемой продукции с указанием народно-хозяйственной себестоимости, включающей плановые начисления на основные фонды по нормативам длительного действия. Плановым органам надлежит выбирать те предприятия, которым экономически выгодно давать тот или другой заказ на товарные поставки определенных видов продукции. В основе этой новой модели лежало объединение объективно обусловленных оценок Конторовича с межотраслевым балансом. Первые подходы к построению межотраслевого баланса начались как раз в лаборатории Немчинова, но быстро вышли на общегосударственный уровень. В 1962 году Центральное статистическое управление составило первый в СССР отчетный межотраслевой баланс за 1959 год. На его основе главный вычислительный центр при Газплане СССР составил первый экспериментальный плановый баланс в натуральном выражении на 1962 год по 346 важнейшим продуктам. Применение межотраслевого баланса позволяло, зная производственные возможности предприятий, задать вектор конечного спроса, то есть перечень потребительских товаров, которые должны быть произведены, и, отталкиваясь от этого перечня, рассчитать производственные задания для всех отраслей промышленности. Эти рассчитанные через межотраслевой баланс задания отраслям вместе со сведениями о наличных производственных возможностях закладывались бы в огромную оптимизационную задачу, которая бы рассчитывала оптимальный план. В процессе вычислялись бы разрешающие множители, которые бы указывали, какими должны быть цены на продукцию, чтобы предприятия при имеющихся у них мощностях в погоне за прибылью произвели бы именно то, что нужно. При изменении технических условий на предприятиях весь план должен был пересчитываться, для чего, разумеется, требовались мощные компьютеры. В 1964 году на совещании экономиста и математики за круглым столом директор Института математики Сибирского отделения Академии наук Сергей Львович Соболев прямо заявил, что применение объективно обусловленных оценок для ценообразования дает принципиальную возможность использовать цены на продукцию для автоматического поддержания народного хозяйства в оптимальном режиме. В выступлениях энтузиастов экономико-математических методов возникал образ идеальной, сбалансированной, основанной на точном расчете плановой системы, которая бы действовала без принуждения и в автоматическом режиме. Управление экономикой сохраняет централизованный характер, но лишается волюнтаристского начала. Управленческие решения заменяются обезличенным результатом оптимизационного расчета. Управляющее воздействие происходит через цены и госзаказ, а не прямые распоряжения, оставляя за директорами предприятий полную оперативную свободу в рамках взятых на себя производственных обязательств. В итоге все довольны. Директора самостоятельны в своих решениях и ориентируются только на меняющиеся расчетные цены. Плановики составляют научно обоснованные сбалансированные планы, а политическому руководству остается только рапортовать об успехах. Ведь все работает в автоматическом режиме. В виде стабильных и одновременно гибких цен все хозяйственные ячейки общества получат в свое распоряжение надежный критерий для выбора оптимального режима хозяйственной деятельности, при котором локальный частный оптимум в полной мере будет совмещаться с общим народно-хозяйственным оптимумом. Разумеется, это требовало бы огромных, мощнейших компьютеров, систем передачи данных от предприятий в вычислительные центры и обратно, сотен, если не тысяч программистов и экономистов-математиков. Новая концепция планирования, если бы ее стали реализовывать, обеспечила бы работой и Немчинова, и всех его коллег. Василий Сергеевич Немчинов был главой научного совета при Академии наук СССР по комплексной проблеме научной основы планирования и организации общественного производства. На этом научном совете еще в апреле 62-го года состоялось обсуждение доклада Либермана, а в августе 62-го года в журнале Академии наук «Вопросы экономики» вышла статья Либермана «Планирование производства» и «Нормативы длительного действия». И только в сентябре появилась та самая знаменитая статья Либермана в газете «Правда». Новая философия планирования, где предприятия борются за госзаказ, а сам госзаказ распределяется по результатам оптимизационного расчета, была впервые изложена 21 сентября 62-го года в статье Немчинова «Плановое задание и материальное стимулирование» в газете «Правда» как комментарий к статье Либермана. Концепция Немчинова расширяла, дополняла и завершала предложение Либермана. Это обстоятельство и заставляет меня считать, что именно Немчинов через свой научный совет продвинул Либермана в правду, используя его как пробный шар для презентации собственных идей. Один из главных энтузиастов использования компьютеров в планировании, академик Виктор Михайлович Глушков, в своих мемуарах противопоставлял два пути совершенствования плановой экономики. Якобы расширение самостоятельности предприятий и развитие централизованного планирования на компьютерной основе были альтернативами. А тем временем, начиная с 1964 года, против меня стали открыто выступать харьковский экономист Либерман, Белкин, Бирман и другие. И им удалось сбить с толку Косыгина, потому что наш проект стоит денег, а он очень практичный человек. Он меня прямо спрашивал, сколько это будет стоить. Я ответил, что мы оцениваем стоимость проектов в 20 миллиардов рублей. А эти экономисты сбили Косыгина с толку тем, что экономическая реформа, которую они предлагали, ничего не будет стоить. То есть будет стоить ровно столько, сколько стоит бумага, на который будет напечатан указ и постановление Совета Министров, а даст в результате больше. В действительности, как мы теперь знаем, в начале 60-х годов эти идеи не противопоставлялись. Энтузиасты мат-методов считали, что применение компьютеров для решения оптимизационных задач позволит формировать для предприятий правильные стимулы, подчиняясь которым, те самостоятельно будут выполнять план, не играя в кошки-мышки с плановиками и контролерами. Правда, чтобы такой план рассчитать, требовался объем информации не меньший, а даже больший, чем при традиционном планировании. Надо было досконально знать все производственные возможности всех предприятий, взаимосвязи между ними, определять полный перечень потребительских товаров на перспективу, полный перечень требуемых материальных ресурсов и их количества, все это закладывать в оптимизационную модель, чтобы на выходе распределять плановые заказы по предприятиям оптимальным образом и формировать систему цен, которая бы стимулировала предприятие выполнять эти заказы. Ах да, и пересчитывать план ежемесячно по мере актуализации информации. Лично мне непонятно, зачем вам вообще деньги, если вы обладаете таким объемом информации о производстве. Можно сразу формировать план в натуральных показателях. Я не знаю, возможно ли такая компьютерная система в наше время, но знаю, что для середины 1960-х годов 20-го века это была чистая утопия. Утопия, которую можно было использовать для получения больших государственных средств на исследование. Полагаю, именно здесь кроется причина, по которой, когда дошло до реализации, от двух взаимосвязанных идей, первое, расширение самостоятельности предприятий с привязкой вознаграждения к уровню рентабельности, и второе, раздача им плановых заданий на базе оптимизационных расчетов, осталось только первое. Самостоятельность предприятиям расширили, а идеальные цены рассчитать не получилось. И стали предприятия в погоне за прибылью производить не то, что нужно обществу, а то, что попроще. Но реализация Косыгинской реформы это уже другая история. На мой взгляд, сюжет сегодняшнего рассказа важно помнить в первую очередь современным энтузиастам цифрового социализма. Возможно, сейчас компьютеры действительно уже позволяют собирать с предприятий требуемый объем информации для расчета детального сбалансированного плана. Может быть, даже плана в натуре, вообще без использования денежных показателей. Но это все равно не снимает проблему стимулирования исполнителей за лучшую реализацию этого плана. Премии за новаторство, внедрение лучшей техники, более тщательную работу должны быть частью механизма планирования. Или самый лучший план останется на бумаге. Пардон, в системе электронных таблиц. Меня беспокоит, что современные энтузиасты компьютерного планирования пренебрегают этим вопросом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА